девочки привет у нас вон вон отчет 5 рванину дует аж в доме гудит вчера вечером как начался и дует и дует знаете чего-то николь притащила вот эти цветы здесь четыре вида вот это вот это вот эти вроде не чудо а вот этот папоротник подсыхает я его поливаю каждый день только день не польешь подсыхает вот они засунули здесь четыре растения и это самое кто-то больше любит пить кто-то меньше не знаю эти вроде ничего а папоротники более мне тут батарея включена он подсыхает рохи стараюсь лить сюда вот эту засунули три вида вот этот вот этот высокий на тоже куда вам больше расти и вот этот совмещали что это самое что вот садили бы все кто много пьет или все кто мало пьет приходится каждый день его щупать блин как воет на улице ветер вообще так сегодня пойду подстригусь такие дела тоже цветет долго цветочка рвань рвань и тучи и ветер и дожди все до кучи все до кучи девочки смотрите смотрите как красиво психанула отстригла волосы по само уши все килограмм минус и покрасила краска была вообще красота страшная сила вообще бессовестно красивая там смою покажу что получится девочки бы отстриглась под мальчика покрасила волосы в комнате темно не черного цвета шоколадно коричневого вот так скубинилась все аж легче стало но какое-то время опять хватит что-то краску по моему плохо смыла на смыть фу действительно аж на голове легче стало так скубинилась сзади там не видно ничего пойдете пойдет для сельской местности вот это убрать как у индусов вот тут так у меня вот здесь девочки наконец-то обстригла свою кассу пойдет же да я так думаю что пойдет быстро отрастут опять пойду кушать сварила себе уху у меня консерва была рыбная консерва и вода вот моя ухо пойду супчик кушать девочки привык как дел чё делаем работа прибежали быстренько напекли молочком и с вареницем как вкусненько это ну нельзя 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 ебачки переживать не можно так одному сварили третьему сварили еще одному надо сварить каждый выбирает тот кто не ест это не ест пятое не ест десятое не ест вот так-то девочки и там вышла дочка ефремова который сидит аварию за убийство человека и она вышла анна-марию звать ведущие как объявили ее как дочь ефремова анна-мари а я не анна-мари обращайтесь ко мне не она а он поняли девочки была девочка теперь она вдруг захотелось мальчиком не стать мальчик она теперь марсу не только разговаривали на эту тему у нас тут немцы вообще европейцы все возмущены почему папа римский не разрешает однополые бракосочетания в церкви а девочки ставить и они возмущены чуем нельзя церкви повенчаться ну отниматы короче если ты хочешь церкви венчаться значит это говорит о том что ты верующий а если ты верующий значит ты должен читать библию а в библии написано черным по белому что нельзя однополые с родителями братьями и сестрами со зверями нельзя этого делать да то бишь думаешь значит они не верующие они просто решили на церкви посмеяться да посмеяться поржать они себя ставят выше бога умнее бога чё это нам так разрешили расписаться нам же это мало нам еще в церкву надо сходить в церкву чтобы еще вам батюшка повенчал представляете вы дебилы вы конченые вы кончены я тоже не глубоко верующий человек надо с уважением относиться к людям на верующим которые ходят в церковь там живут соблюдают заветы надо с уважением относиться вы куда щемитесь гондурасы куда вы лезете то церкви еще там нагадить надо там без вас нагадят кому надо это пипец вот они возмущены чё это такое вдруг нас церкви не венчают везде вам надо скажите спасибо что вас перестали расстреливать за это как раньше это делалось и избоями вы перестали быть вон у власти все стоите больше половины педерастов у власти скажите за это спасибо что вам туда разрешили бы дойти а им еще в церковь кошмар мир сошел с ума и потом мы задаемся вопросом почему почему идут такие вот болезни катаклизмы природы да боженька уже не может на это блядство смотреть уже не может и наказывает вас а вы до сих пор не можете хочу как это самое тетка мне говорит ну я же этого не делала например да чё у меня чё у нас вот простых людей наказывать а как наказывает как библии стоит да наказывают родителя через ребенка чтобы тебе больнее было там же так стоит вот поэтому и наказывают всех людей раз вы позволили допустили вот это вот что сейчас делается массовое убивание народа с этим оружием раз вы волчали а я не я и хата не моя вот вам нати держите держите вам коронавирус и все и мрет народ это же все бумеранг я говорю я не верю прям так до фанатизма да но какой-то респект должен быть какие-то рамки должны быть из-за которой ты не выходи нет два пидорка пойдут в церковь церкви их обвенчаете хотя я сейчас ничему не удивляюсь сейчас деньги делают все деньги творят все заплатит какому-нибудь пополчному и вполне возможно что такое произойдет короче кто жаднее тот будем посмотреть какая из церквей продаж не только если где-то распишут вот таких вот жениха и невесту все значит продались должны же быть какие-то принципы как какая-то мораль должна же быть что не листы туда где собака не совала космарь возмущена на беспределая девочки возмущена ужас дикая как на сейчас курочку осмолить и что-то с нее девочки сделать и кухню на ключ закрыть и все больше не заходить вот короче девочки она жила 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 была девочка а потом так подумала блин не приходит и думаю стану-ка я мальчик представляете мальчиком но я думаю это головы все все в голове происходит с такими родителями как у нее то не удивительно поэтому не знаю на голова такой не понимает не дай бог мне такое понимать не хочу я не психолог чтобы понимать это и разбираться в этом нас по старинке по старинке нас воспитывали и мы этого придерживаемся и своим детям это же говорим что нельзя это наказывается космосом у тебя ты рождаешься на этот свет с определенной программой миссии да и эту программу должен правильно выполнять есть конечно какие какие-то вещи даже осознанно я иду я знаю что какая-то наказание сверху придет за это есть такое но ты все равно как ты стараешься избегать этого но опять же люди провоцируют и живешь спокойно никого не трогаешь ничего да и начинает какого-то попадет и попробуй себя удержи в руках и вот из таких людей ты ауру свою засираешь так они засирают вот этим вот грязью вот это телефончик девочки смотрите в одноклассниках вот магазин есть юлия бутик мюллер я много раз там платье выписывала там такие платьишки всякие прикольные белорусский трикотаж всякое такое не знаю есть где еще нету ну короче сейчас покажу вам друзья где на мне тут вот это тоже какой-то магазин но я отсюда не выписывала дошло найти правда а где она у меня без понятия вот это тоже мода елена ладно тоже не не знаю не выписывала не хочу ничко говорить я выписывала вот в этой юли сейчас найду вот еще тут тоже мэри кляйт выписывала тоже шьют на заказ всякое такое ну где любом уж хотела посмотреть прикольненькие них свой магазин где не знаю где всякие вещички платьишки на всякие разные фигуры и без проблем заказывала и переходили без проблем много разных платьишек есть костюмчики все такое ну даже пуховые платки есть качество неплохое видите даже на пол неких дамочек есть зимняя одежда летние у них вещи есть ну короче прикольненькие вещи девочки смотрите кого фотку нашла я сейчас вспоминаю всех же вот так возили я помню тоже так возили в садик на самках укутают едешь спишь помню батя привез мне был игрушку южка такого мягкая игрушка с командировки короче привет я взял а ты ежика поехала в садик зимой и И потеряла где-то это ёжика. Садик привезли меня, а ёжика нету. Люди, может, кто-нибудь видел моего ёжика? Напишите, позвоните. Новый падла ёжик был. Я с ним поиграться не успела. Даже не играла, а садик берегла. И не довезла. Уснула в санках, и всё. Пропал ёжик. Может, кто-то знает о судьбе моего ёжика? Сообщите, пожалуйста. Знаете, что-то хочу, не знаю, что хочу. Наверное, тогда ничего не хочу. Наверное, чего-то не хочу тогда. Что-то бы съела, не знаю, что. Что-то скушать такого. Такого вкусного, и чтобы не жирненького. В холодильник пустой ёк-макарёк. Не знаю, что у меня. Кабачки лежат. Баклажан лежит. Мне надо завтра у нас что-то сделать. Холодно у нас. Вообще. Холодно и никак. Бардак вон такой. Никак не хочет потеплеть. Максимум 10-11 градусов будет теперь только в эту неделю. Там неизвестно. Вообще. В холодильнике я мёрзну? Катастрофически замерзаю я. Я даже спала даже под двумя одеялами уже. Чё-то мёрзну, и всё. Хоть ты треснись. Лето хочется. Вообще всех послушаешь. Все уже на пределе. У всех нервы на пределе. Все хотят лето. И я. Серо. Всё холодно. Ветер такой холодный. На работу не хочется никак. Отпуска хочется, девочки. Ничего не сделаешь. Люди автобус-то я ждут. Ладно, чё. Ной-не-ной. Работать надо. Побегим на работку. Давайте, девочки, пока. Подписывайтесь, пожалуйста, кто не подписался ещё. Ставьте лайки. Задавайте вопросики. Буду отвечать. Ставьте комментарии. Такие вот дела. Будем вместе ждать весну.